У курских археологов в самом разгаре полевой сезон, причем работают наши ученые даже на границе с Китаем. Шесть человек участвуют в раскопках Албазинского острога, казачьей крепости 17 века, защищавшей русские земли от маньчжуров. В Курской области археологи также исследуют уникальные объекты. Один из них находится под Беседино, на реке Рать. Помимо древнерусского поселения и городища, здесь располагался один из крупнейших городов – татаро-монголов. По летописным преданиям, именно остатки каменного дворца, найденные на месте погибшего поселения, были использованы в 17 веке при возведении Знаменского собора в Курске. Из-за жары рабочий день археологов начинается в 6 утра и заканчивается в половину второго днем. Иногда трудиться приходится буквально под землей. В таких ямах наши предки могли сохранить до тонны собранного зерна. Часть урожая древних земледельцев досталась и современным археологам. Были встречены обгорелые в основном зерна злаковых растений. Интересно, что здесь материал неоднородный. Здесь как минимум присутствуют две злаковые культуры. Есть одна зерновка ячменя, в основном это проса и рожь. Эта земля хранит много тайн. Например, почему на месте древнерусского города татаро-монголы основали свой, который по размерам сравним с крупнейшими населенными пунктами самой Золотой Орды. 13 гектаров по нашим расчетам было укреплено. Это, в общем, ситуация из ряда вон выходящего в пределах русских земель был монгольский город. На самом деле он еще и дальше тянулся, примерно на километр. Бубенчики. Они, правда, и лошадян иногда привешивались, но этот маленький, видите, симпатичный, еще гремит. Сезон еще не закончен, но ученым есть что показать. Археологический памятник Подбеседина занимает 25 гектаров. Раскоп всего 140 квадратных метров. Но и они дали богатейший материал. Вот целый сосудик лепной. Это из объекта конца 10 века Роменского времени. Очень хотелось, чтобы там были деньги на кубышку, похоже. Но оказалось, земля ее промоют. И посмотрим, что там было. Кашка для домового, наверное. Рыболовное грузило. Почему мы его вам показываем? Посмотрите. Так любовно разрисован. Рыболовное грузило, но вот с таким вот орнаментом. Сидел такой рыбачок, делал насечки. Еще есть ордынские монеты, нательные крестики, пуговицы, браслеты, ключи. Среди многочисленных находок особое место занимают предметы военного быта. Например, вот этот ледоходный шип, который крепился на копыта боевого коня в зимний период. Или же этот бронебойный наконечник стрелы для арбалета. Характер находок говорит, военное искусство здесь было делом профессионалов. Полевой сезон продолжается, но уже очевидно. Чтобы найти ответы на все вопросы, археологам еще не раз придется сюда вернуться. Тарас Степаненко, Антон Судженко, телеканал СЕИМ.